Всем привет! Добро пожаловать на обзор Санхион Актион Спорт 2013 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 849 тысяч рублей. Самая начальная комплектация. Выражаю благодарность автосалону Dialog Auto за предоставление автомобиля на съемку. Этот обзор будет посвящен детальному осмотру экстерьера и интерьера автомобиля. Также мы откроем хапот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Такие ключи. Закрыть, открыть. Давайте приступим. Извиняюсь за ветер. Сегодня очень ветреный день. Черный тканевый салон. Двигатель здесь с земли. Туалит для 143 тысячи сил. Вот Актиона. Шестистюпенчатая механика. Здесь установлены две подушки безопасности. Для водителя и, соответственно, для пассажира. Чтобы завести двигатель. Не забывайте, сначала нужно нажать сцепление. Плавно работает дизель. Никаких вибраций не происходит. Четырехспицевый руль. Здесь установлен двигатель стилетов поля. Двая колонка регулируется только по высоте и имеет небольшие выходы. Сейчас давайте включим фара. Передняя противотуманная фара. Дальний свет фар. Он также аварийная сигнализация. Со стороны водителя. Стекло автоматически опускается вниз. Сейчас давайте откроем капот. Дальний свет фар. Новые легкосплавные диски. Размер на шин. 225 на 75. Пятиспицевые. Разделенные на две спицы. Основные конкуренты этого автомобиля. Это Toyota Hilux. Также Mitsubishi L вместе. Указатели поворота имеют хромированную окантовку. Извиняюсь, автомобиль немного хуйный. Галогеновые пары. Хромированная окантовка на радиаторной решетке. Что касается технической составляющей, то здесь установлен рядный 4-цилиндровый двигатель, 16-клапанный, дизель с турбонодубом с промежуточным охлаждением воздуха. Система питания двигателя непосредственный впрыск топлива. Расположение двигателя переднее и продольное. Объем 2 литра. Мощность 149 л.с. Крутящий момент 360 ньютон-метров. Максимальная скорость данного автомобиля составляет 165 км в час. Динамика разгона от 0 до 100 км в час за 15 секунд. Расход топлива в городском цикле это 9,7 на 100 км. В загородном цикле 6,2. Объем топливного бака составляет 75 литров. Привод полный. Криренс данного пикапа составляет 188 мм. Тип передней подвески независимая, пружинная, многорычажная. Тип задней подвески зависимая, пружинная. Передние тормоза дисковые, вентилируемые. Задние дисковые. Снаряжная масса данного автомобиля составляет 1982 кг. Полная масса 2740 кг. Длина данного автомобиля составляет 4990 мм. Ширина 1910 мм. Высота 1790 мм. И колесная база 3060 мм. Сборка данной модели осуществляется в Южной Корее. 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 Шамированная накладка. Сборка данной модели осуществляется в Южной Корее. Субтитры сделал DimaTorzok Экстерьер автомобиля, давайте перейдем к интерьеру Мягкий подлокотник, подсветка дверей, ниша для вещей, блокировка стекол, центральный замок, электроцепоподъемники Аудиоподготовка, здесь установлено 4 динамика Регулируемые подголовники, а также ремни безопасности, трехточечные Спинка сидения по высоте Регулировка нижней части и продольные регулировки Сейчас давайте послушаем, как звучит двигатель Достойное звучание для двухлитрового дизеля Электро-регулированные зеркала Двево вправо, вверх-вниз Задние противотуманные фонари Двухцветный пластик применяется Качество отделочных материалов, качество сборки на добротном уровне Смотря на то, что он твердый, он не глухий Цифровые часы Настройки Заднего стекла Управление бортовым компьютером Модометр, поездка А, поездка Б Сколько осталось до заправки Сколько вы пробовали в пути Средний расход Мгновенный расход Вся необходимая информация для водителя Для аудиосистемы разъем Полка для вещей Установки для полного привода Система part-time Подогрев сидений Как для водителя, так и для пассажера Левая и правая Регулирование угла наклона фар Здесь установлен кондиционер Регулировка плакового воздуха Различные зоны Включая передний отдых И соответственно Температура И рецифрация Конечно, для вещей Прикуриватель Либо можно его использовать В качестве разъемки Шестиступенчатая механика Задняя Первая Вторая Третья Четвертая Пятая И шестая Два подстаканника Один стандартный Другой Поменьше Подлокотник Центральная консоль Довольно вместительная Она обита тканью Салонное зеркало заднего вида Без автозатемнения Солнцезащитные козырьки Макияжные зеркала Штурманский свет Контейнер Контейнер для очков Он обит тканью В автомобиле отличная обзорность В прямом росте в 180-180 см Я здесь С большим комфортом разместился И мне еще раз хотелось бы отметить Что дизель Очень плавно работает Практически бесшумно В салон никаких Вибраций не проникает Сейчас Давайте заглушим двигатель Возьмем ключи И переместимся на второй ряд сидений Открывание лючка гнезопака С места водителя И красные циферблаты Тоже эффектно смотрятся Также я хотел обратить ваше внимание на то Что здесь установлен хороший уплотнитель Двери плотно закрываются Второй ряд сидений Имеет систему ISOFIX Для крепления детских удерживающих кресел Регулируемые подголовники Удобная посадка на второй ряд сидений И учитывая тот факт, что я водительское сидение Отодвинул полностью назад Над ногами у меня уже места не осталось А он головой еще достаточно Вещевой отсек Сетки соответственно Выдвижной центральный подлокотник Мягкий Небольшой и довольно удобный Вешалка Подсветка Также вешалка Довольно простой Незамысловатый интерьер И центральная консоль Она слегка повернута К водителю Второй ряд сидений очень просторный Центрального тоннеля нет Втроем будет просторно Поясничный подпор Механические регулировки для водителя Продолжение следует Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Довольно толстая книжка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok За ее легендарную надежность Но в принципе в ценовом сегменте Я считаю что Этот автомобиль Определенно заслуживает внимания В своем ценовом сегменте Очень даже неплохой пикап Единственный минус Что пока не сильно доверяют Корейцам Но я думаю Это лишь вопрос времени На этом обзор Санг Хион Актион Спорт 2013 года Упуск завершен Я надеюсь вам понравилось Подписывайтесь на мой канал Всем удачи Берегите себя Всем хорошего настроения И увидимся В следующий раз Подписывайтесь на мой канал